Высокий каблук, дерзкий макияж, платье или пышная юбка. Таким видит образ современной девушки дизайнер Юсуп Ниязов. Он внимателен к деталям и чувствует, как можно сделать одежду яркой, не используя пестрые цвета. Свою первую коллекцию «Моя меланхолия» Ниязов выполнил в черных тонах. В ней он соединил кожу, пайетки и атлас. Вторая моя коллекция – дипломная работа «Моя последняя любовь». Эту коллекцию я делал на прощание университету. Она тоже была черная и множество фактур. Это был мех пони, кожа ската, гофрированная кожа, перфорированная кожа, гладкая кожа. В основном я люблю грубые материалы, то есть это кожа. Кожа-заменитель в данном случае. Сочетание серебра, оттенков черного и белого. Эта третья коллекция «Сила моя не вернется» подарила новые эмоции и стала для Юсупа настоящим экспериментом. Впервые дизайнер работал со светлыми тонами и с тонкими тканями. В качестве материала он выбрал прозрачную органзу. Его работы были на Международном фестивале дизайна и моды «Губернский стиль» в конкурсе «Адмиралтейская игла» в курских неделях моды. Его работы отмечали за профессионализм и богатство фактур. В его платье выступала курянка Светлана Половнева на проекте «Новая звезда». Дизайнер Оксана Токальт свои работы разделяет на платья элегантного стиля и немного сказочные с длинными шлейфами. Как признается дизайнер, ей всегда нравились наряды, которые сочетают в себе величественность и большое количество ткани. Одно из последних моих платьев, я специально ткань покупала в Стамбуле, цвет, текстура совершенно, конечно, другая, нежели в России, если покупать ткань. И это платье готовилось специально для Венского бала, который проходил у нас в СКК. Основа там составила около 100 метров ткани, а именно подъемник, за счет чего эффект вот этого объема, там на более 400 метров рюши только собранных. Оксане хотелось показать это платье в движении, чтобы оно так же красиво вращалось, как наряд главной героини на балу в фильме «Золушка». Кстати, на пошив платья для картины ушло более 240 метров ткани и 10 тысяч кристаллов сваровски, а также было сделано более 4800 метров стежков. Свой наряд в темно-зеленом цвете и с матовыми стразами токарь создавала очень долго, но это того стоило. Эффект, конечно, потрясающий был, потому что когда кружишься в этом платье, то есть диаметр платья расходится, и невероятно, и ощущаешь себя в этом платье очень красиво. Одежда для Оксаны – это не только первое впечатление человека, но и то, как сегодня или завтра она будет себя вести. Каждый наряд – как новая роль, где девушка может быть романтичной и утонченной, смелой и притягательной. Эта героиня покорила не только наставников шоу «Голос», но и тысячи зрителей своим вокалом. Ксения Коробкова на проекте исполнила песни «Я все еще люблю», а даже о «Шанхай Блюз», «You're not from here», «Проститься», «I'm your baby tonight» с композицией Уитни Хьюстон Ксения выступила на слепых прослушиваниях. И песню выбрать, и аранжировку как-то решить так, потому что петь ту же песню Уитни Хьюстон в оригинальной аранжировке было бы тоже немножечко странно и, ну опять же, больше сравнений с оригиналом. Хотя их и так сейчас хватает, конечно же. Но и тем не менее, когда ты берешь в аутентичной версии, скажем, все равно, как бы у всех в ушах звучит этот оригинал, и ты невольно, вот на месте наставников, невольно сравниваешь, вот соответствует, не соответствует, то есть вот как-то больше шансов выглядеть не очень ярко. Ну и, конечно, мне помогли очень с аранжировкой вот у меня муж мой, который со мной на сцене был, и вот этот гитарист, наш друг Игорь. Как-то мы порепетировали, все это придумали, раскидали, потом еще вот к оркестру обратились, нам дописали этот кусок, уже такой финальный, ну и как-то вот все разлучало. Что страшнее всего, вот стоять и ожидать свое выступление, или же выступать уже и петь? Ждать, конечно, было сложнее, потому что я приехала в съемочный день, по-моему, часам к двум дня, а на сцену вышло в 12 ночи. Я знаю то, что вы мечтали попасть в команду Леонида Агутина, и вот это получилось. Скажите, изменилось ли ваше отношение к кумиру, и чему он вас научил? Ощущение не изменилось, мне кажется, только укрепилось, что ли. Ну вот как-то так я себе и представляла, наверное. Вот как-то так мне и казалось. Как он рассуждает, как он говорит, какие он советы дает. Вот какой-то он не очень многословный в этом смысле, в рабочем, вот да, в таком, но очень точный. То есть он какие-то выбирает емкие формулировки, которые вот, ну, то есть сразу не переспрашиваешь как-то, а почему. Понятно почему, если сказал человек, значит оно как-то понятно сразу. Какой бы вы совет дали тем, кто мечтает о сцене и мечтает петь? Мне кажется, главное не сдаться, не опустить руки. Изначально просто. Вот если это, вот есть такая же фраза, что нужно, если чего-то очень хочешь, нужно положить это на сердце и отпустить. То есть, ну вот, ты понимаешь, где-то в глубине это всегда с тобой вот рядом. Мне тоже спрашивают, носишь ли какие-то талисманы? Да нет, у меня все талисманы внутри, у меня смысл чего-то носить еще дополнительно, если там все это есть, там вот все, неприступно, все, что мне нужно хранить, оно там внутри и хранится. И вот когда это всегда с тобой, то, конечно, каждый день случается что-то такое, что тебя от этого может отдалить. Потому что где-то что-то отвлекло, где-то ты недостаточное количество времени позанимался там тем же вокалом, там музыкой, еще чем-то. А стоило бы уделить этому побольше. И ты уже шагнул назад относительно того, чего мог бы вот добиться даже за этот день. И как бы не обращать внимания, не опускать руки после каждой вот такой неудачи, вот это, наверное, самое главное. Я все еще люблю, люблю как в первый раз, и за любовь твою я отдала бы все на свете, милый мой. Данил Гулевич с виду обычный школьник, ему 11 лет. Он учится в пятом классе гимназии. Каждый будний день мальчик, собираясь на занятия, надевает классический костюм, туфли, рубашку и галстук. Его любимый предмет – информатика, нелюбимый – математика. Как и все ученики, он волнуется перед написанием самостоятельных работ. На переменах любит побегать с друзьями, а на уроках обычно сосредоточен. Правда, учителям и одноклассникам нетрудно было заметить одну особенность – иногда мальчик выстукивает на парте различные ритмы. Сам Даниил и не помнит, с чего начиналась его тяга к барабанам. В 4 года он стал заниматься с педагогом, а просто выстукивать ритм и вовсе в полтора. Стояла спиленная вишня. Она была так интересно спилена. То ли два ствола, то ли три. И она так аккуратненько была спилена. Она в виде таких интересных бочонок выглядела, как барабанчики. Товарищу приглянулись эти спиленные сучки. Он просто по ним ходил палочками и постукивал. Все было просто определено. Боженька сделал свое, а наше только помочь. Когда увлечение для ребенка так много значит, его приходится признавать не только учителям и одноклассникам, но и всем вокруг. Даниил является лауреатом многих конкурсов. А недавно он еще попал в эфир Первого канала, где исполнил песню вместе с Гариком Сукачевым и Сергеем Галанином. Для того, чтобы сыграться с мэтрами русского рока, Даниилу понадобилось всего две репетиции. Я все знаю, кто-то как-то. Тебя все любят по стритам. Тобой гордился и в зеленке. В московском северном порту. Гарик Сукачев на репетиции мне, когда мы сейчас играли, он мне пожал руку и сказал, ты крут, чувак. Кто-то зажигает на сцене, а кто-то лечит огнем. Попробовать заняться весьма необычным для России видом массажа несколько лет назад решил Владимир Рязанов. Есть такая древняя процедура массажа огнем. Она была придумана в Китае еще много тысяч лет назад. Я эту процедуру усовершенствовал, запатентовал методику. Я применяю ее уже много лет, более 7 или 8 лет. Я ее уже применяю очень успешно. Начинал разрабатывать эту методику. Ни литература, ничего не было. Все начиналось с нуля. Владимир советовался с коллегами из Курска, проводил исследования и пришел к весьма интересным выводам. По словам массажиста, подобная методика может быть использована как для решения проблем внешних, так и внутренних. Какие-то психологические проблемы в виде депрессии, страхов, тревог, бессонниц. Или же просто расслабиться после рабочей недели, снять напряжение мышечное, эмоциональное, успокоиться, привести себя в порядок, гармонизировать себя. Нежное и мягкое тепло огня и результат его воздействия полгода назад покорили Светлану Рыжкову. Как утверждает девушка, ее жизнь кардинально изменилась. После нескольких сеансов не только решила сама научиться делать массаж, но и приручить языки пламени в своей работе. Она парикмахер-модельер с 10-летним стажем. Стряжка огнем была изначально привезена из Африки. Таким образом люди в племенах защищали себя от сглазов, от порчи и так далее. То есть огонь обладает такой силой очищения именно нашей энергетики. В современном мире это тоже не менее актуально, потому что мы живем в мире, когда нам кто-то может и пожелать чего-то, и позавидовать, или всякое случается. Это очень хорошо убирает все эти проблемы, то есть очищает нашу энергетику, снимает все дурное. По словам Светланы, это только кажется, что процедура легкая. Чтобы научиться работать с огнем, девушка прошла специальное обучение. Неподготовленному человеку подобное повторять нельзя.